всем привет друзья паукмен человек паук павук паукен паукан это не я потому что я аквамэн да друзья и сегодня у нас будет страх и ужас большинства представителей противоположного пола и знаете что не только противоположного потому что увидев вот это увидев какого размера вот это может достигать обмочить штанишки не так уж и сложно скажу и вам друзья итак друзья гигантский прекрасный мексиканский огненноногий паук вообще эта тема очень интересная и я надеюсь что она будет интересно вам в таком случае я могу с вами поделиться немножко большим количеством информации видов интересных пауканов обязательно напишите об этом в комментариях если вы хотите еще больше пауков напишите аквамэн давай еще больше пауков и все будет друзья все непременно будет ну а мы начинаем обозревать нашего сегодняшнего замечательного гостя брахипельма беме он кстати принадлежит к роду брахипельма классу паукообразные впервые описание вида составили аж в 1993 году гунтер шмидт и питер класс но не смысле класс класс это фамилия такая видовое название паук получил в честь натуралиста беме да и этот паук он птицеет то есть теоретически попугайчики канарейки птепевчие всячески птицы они не лучшие соседи этому пауку селить вместе я бы их точно не стал воу 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 друзья полегче это не мой паук сразу хочу сказать но тема интереснейшая для меня итак паук птицеет разобрались размеры взрослого паука достигают восьми сантиметров а вместе с конечностями все 16 а это как бы друзья средняя кисть среднего мужика чтобы вы так представляли вверх конечности черный брюшка оранжевая нижняя часть ног светло оранжевого цвета тогда как остальная часть конечности окрашена в темно коричневый или даже черный цвет однозначно об эпиляции этот паукан не слышал ибо брюшка покрыта большим количеством длинных волосней оранжевого цвета случае опасности брахипельма беме счесывает кончиками ног волосню со стрекательными клетками которые попадая на хищников их отпугивают вызывая у них раздражение раздосадование и боль также залетев в ноздрю любопытному обывателю часть волосков попадает дальше по пищепроводу в горло где вызывают неимоверное жжение на протяжении пары дней в течение первых же нескольких десятков минут наблюдается зачесывание рук пораженных волосней а еще глаза их как будто перцем намазали но это если у вас нет аллергии а если у вас есть аллергия можете сгинуть от слова насовсем из-за какого-нибудь отека квинки вид распространяется в мексике любит обживать сухие участки с низкой растительностью обитают также брошенных грызунами и ящерицами норах а если все норы заняты придется копать самому копает в основном под скалами или деревьями при низкой температуре плотно запечатывает вход в убежище прикол этого паука заключается в том что растут они но очень медленно по сравнению с другими пауками птицеедами самки уже размножаются в возрасте 5-7 лет самцы немножко раньше в 3-5 лет но следует помнить что и самцы живут то поменьше спаривание у пауков происходит после последней линьки обычно с ноября по июнь и если спаривание совершается до линьки то половые клетки пауков останутся старых карапоксах самец после линьки живет пару лет а самка все десять лет яйца созревают от трех до четырех недель в сухой сезон когда не выпадают дожди брахипельма бьоме испытывает угрозы вследствие разрушения природной среды обитания друзья это на самом деле очень печально очень страшно потому что этот вид является объектом международной торговли и постоянно отлавливается для продажи несмотря на то что его в принципе там можно размножать без проблем в террариумных условиях но об этом еще немножечко позже кроме того в суровых условиях обитания смертность среди молодых пауков очень высокая и вообще-то до взрослой стадии доживают лишь единицы особей все эти проблемы дают неблагоприятный прогноз о существовании вида в естественной среде обитания и создают значительные угрозы в будущем вообще-то этот вид пауков имеет запрет на вывоз в другие страны отлов продажа и экспорт брахипельма бьоме ограничен международным законодательством по поводу содержания в террариуме до террариум должен быть небольшой оптимально это 30 на 30 на 30 сантиметров но если паук не вот прям еще не на пике своих размеров то естественно можно и поменьше сделать ему убежище на дно желательно постерить кокосовый субстрат это самый оптимальный субстрат он в принципе то не плесневеет он много разовый по крайней мере можно достать постирать но смысле размочить его как-то промыть и обратно засунуть причем слой субстрата не нужно делать слишком высокий почему потому что тогда вы брахипельму скорее всего не увидите потому что она будет копать нору и в этой норе потом там существовать поэтому не нужно делать прям вот гигантские какие-то залежи кокосового субстрата на важность 70 75 процентов температура где-то 26 28 градусов зимой как правило паукан менее активен чем летом это связано с изменением температур в естественной среде обитания не кормить лучше всего естественно живыми таракашками за фобосами сверчками в общем любая соизмеримая с пауком кормовая культура да естественно что паук будет протыкать свою добычу в которую будет впрыскивать ферменты которые будут разлагать внутренности кормовое кормового объекта и после чего паука с преспокойнейшим видом просто берет и выпивает как коктейль то что вы ему дали кстати сказать взрослые пауканы в природе могут даже подъедать грызунов ящериц змей поэтому если вы вот вот прям вот супер пауковод и любитель острых ощущений можете подкармливать мелкими мышами к примеру свою брахипельму брахипельмы бьеме на размножаются в неволе как я уже сказал раньше при спаривании самки не проявляют агрессию по отношению к самцам паучиха плетет паутинный кокон спустя четыре а может шесть а может и все восемь месяцев после спаривания она откладывает порядка 600 тысяч яиц которые являются ужасом для всех домочадцев особенно если вы проморгали момент когда они начинают разбредаться по окрестностям сами яйца развиваются один-два месяца длительность инкубации зависит естественно от температуры но не все яйца имеют полноценные зародыши по факту паучков появляется намного меньше в неволе брахипельма бьеме очень редко крайне редко наносит укус но укус довольно таки болезненный не сказать что это вас комарик укусил в целом это довольно спокойный медлительный практически безопасный для содержания паук и которые очень довольно таки колоритного внешнего вида яркого внешнего вида то есть необычный там какой-то сенокосец который живет рядом с вами под подушкой вы его несколько лет не замечали нет это полноценный домашний питомец обязательно пишите друзья в комментариях интересно ли вам эта тема а также пишите обязательно кто содержал брахипельму бьеме а с вами был аквамин увидимся очень скоро в новых видео всем пока пока друзья